Всем привет! Спасибо за то, что присоединились к нашему пятидневному челленджу. Мы верим, что этот челлендж «Любовь и надежда» повлияет на вашу жизнь и жизнь ваших близких. К нам присоединились уже тысячи людей, поэтому давайте откроем наши сердца и приготовимся принимать что-то особенное от Бога, чтобы войти в свое предназначение. Давайте поприветствуем нашего сегодняшнего гостя, принимайте слово от Бога и получайте свое благословение. Всем привет! Добро пожаловать! Сегодня наш день. Сегодня мы официально запускаем пятидневный челлендж «Любовь и надежда». Я так рада, что вы все присоединились к нам и смотрите нас в прямом эфире. У нас сегодня особый гость — это наш духовный отец Лейв Хэтланд. Он родом из Норвегии, но сейчас живет в США. Я уверена, что вы будете потрясены, благословлены его посланием о любви Отца, о любви нашего Господа. И после этого вы уже никогда не будете прежними, я вам обещаю. Кстати, меня зовут Даниэла, а это Бенжи. Мы оба живем в Таиланде. Если вас вдруг заинтересовал наш акцент, то мы швейцарцы. Мы будем вести этот челлендж вместе с Шоном и Дебби. Скоро они появятся. Это наши друзья. Мы ведем с ними. Шоном и Танине. Да, это наша команда. И с Джейсоном и Дебби. Да, это наша команда. Идея принадлежит Джейсону, и мы очень благодарны ему за организацию, за помощь и за поддержку. Мы молимся о том, чтобы это время стало для вас поистине благословенным, наполненным Божьим присутствием, чтобы этот челлендж повлиял на вас сверхъестественно. Вы приняли силу, благословение и ободрение от Господа в это непростое время. COVID-19 стал большой проблемой, и все мы пострадали от него. Он вызвал много страха, и многие были напуганы. Но совершенная любовь изгоняет всякий страх и возвращает надежду. А вот почему мы запустили этот челлендж. Мы хотим ободрить вас. У Лейфа есть очень сильное послание об отцовской любви, а также специальная молитва. И все это вы услышите сегодня. Итак, мы рады приветствовать нашего духовного отца, Лейфа. Он поддерживает нас уже 7 лет, и для нас невероятная честь, что он сегодня с нами. Да. Всем привет. Вы меня видите? Вы меня слушаете? Как поживаете, друзья? Простите, Лейф. Спасибо за то, что присоединились к нам. Для нас это большая честь. Добро пожаловать. Этот эфир мы проведем вместе с вами. Вы стали для нас прекрасным отцом. Мы готовы слушать ваше послание вместе со всеми нашими зрителями. Так что приготовьте свои сердца. Спасибо, Лейф, что нашли для нас время. Итак, давайте начнем с интервью. Папа Лейф, мы слышали много ваших проповедей, но не все наши зрители знакомы с вами. И у нас к вам первый вопрос. Вы проповедуете о крещении любви. Вы не могли бы рассказать, что это такое? Мы оба приняли это крещение любви от вас, и это навсегда изменило нашу жизнь. Мы больше никогда не будем прежними, это точно. Расскажите нам об этом. Да, прежде всего я хотел бы сказать, что я родом из Норвегии. Я вырос в среде, где нас учили добиваться результатов и справляться с трудностями. Мы же викинги, но иногда мы сталкиваемся с такими данными, которые больше нас самих. И это нас подавляет. А то, что нас ошеломляет и подавляет, то нас и формирует. В моем случае, в конце 99-го года в моей жизни были настоящие бури. Ситуация очень походила на ту, в которой мы находимся сегодня. Были непреодолимые условия. Я принял водное крещение, крещение во Святой Дух, то есть у меня была сила. Я побывал во многих странах, всего их было 54, и видел спасение полумиллиона человек и более 300 тысяч исцелений. Но глубоко внутри мне чего-то не хватало. Мною все еще руководил страх и тревога. Я был очень беспокоен по своей природе. Я ничего не знал о крещении любовью. В исторических книгах я читал о таких людях, как Диэл Муди или Чарльз Финли, и как на них сходила жидкая любовь и меняла их. Конечно же, совершенная любовь изгоняет всякий страх. Но затем кое-что произошло в городе Мельбурн, штат Флорида, в декабре 1999 года. Это было очень символично. Прямо посреди кризиса, или, так сказать, карантина в моей жизни, когда я не мог выйти за рамки своей сферы влияния, пришел Папа-Бог, и меня накрыли волны жидкой любви. И я услышал голос небес, который говорил, «Лейв, ты мой, ты мой возлюбленный, ты мой возлюбленный сын, 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 я люблю тебя, я весьма доволен тобою». И как только прозвучали слова о том, что отец доволен мной, жидкая любовь наполнила те места, в которых у этого норвежца была боль. Она коснулась девятилетнего мальчика, а потом двенадцатилетнего, который пережил боль и насилие. И эти волны любви одна за другой, одна за другой унесли страх. Когда я поднялся с пола после двухчасового наполнения жидкой любовью от Папы Бога, «Я осознал, я сын, мой отец любит меня, я ему нравлюсь, и он доволен мне, мне больше ничего не нужно доказывать». А теологическое основание этого действия находится в Евангелии от Матфея, 3 главе, 17 стихе. После того, как Иисус крестился в воде, после того, как открылись небеса, и спустился голубь, он тоже пережил крещение любови. Я верю, что во время этого вируса это самое важное, что могут пережить люди. Это когда Отец Небесный приходит к вам и смотрит на вас глазами полными любви, а затем изливает свою любовь в самые потаенные уголки вашей души. Его совершенная любовь убирает всякий страх, и вы слышите голос с небес, который говорит, «Ты мой, ты мой возлюбленный». Ты мой возлюбленный сын или дочь. Я люблю тебя, и я доволен тобой. Затем Иисус ждал его карантин, который продлился 40 дней. И посреди этих 40 дней, возможно, вы застряли дома или потеряли работу, или у вас какие-то проблемы со здоровьем и с финансами. Как вы думаете, достаточно ли хорош Бог? Иисусу не нужно было ничего доказывать. Благодаря крещению любовью посреди тех 40 дней, когда враг атаковал его, именно это враг делает сейчас в жизнях многих из нас, но кто же наш обеспечитель? Кто наш целитель? Кто будет заботиться обо мне? И как Бог допустил все это? Все эти вопросы исчезают после крещения любовью, потому что тогда вы знаете, что вам не нужно ничего доказывать. У меня уже стоит 5 с плюсом в моем табеле. Даже посреди этой пустыни ничто не сможет отделить меня от любви моего отца, потому что я сын, и мой отец печется обо мне. И мне не нужно ничего доказывать. Если ты сын, то преврати эти камни в хлеб. Сделай что-то. Только если ты что-то сделаешь, ты сможешь получить что-то. Но это мышление сироты. Сейчас же я знаю, что я сын. А поскольку я сын, то все, чем владеет мой отец, уже мое. И поэтому я могу выстоять в любой ситуации. Это совсем другой подход к жизни посреди этого коронавируса. Мои условия не изменились. Но разница в том, что у меня есть небесный отец, который контролирует всю вселенную. Он за меня, а не против меня. Он со мной на каждом шагу. И когда я смотрю на него, то вижу, кто он, а также кто я. И с этим откровением я могу менять то, что вокруг меня. Так, я могу быть с полным любви, мира и радости прямо посреди разных данных условий. Да, к вам могут приходить страхи и тревоги, но в такие моменты я напоминаю себе, кто я. Я знаю, что даже посреди шторма Иисуса находится в покое, и я могу успокоиться вместе с ним. Ух ты! Очень сильно, а также весьма обширно. Сейчас мы проводим челлендж под названием «Любовь и надежда». Многие люди находятся в затруднительном положении и не знают, что их ждет дальше. Что бы вы хотели сказать им в это неустойчивое и непростое время? Во-первых, я хотел бы сказать, что иногда в нашей жизни бывает темное или ночное время. Больше всего в этой ситуации расстраивает неизвестность. Вы не знаете, что будет с вашей работой, повлияет ли на вас коронавирус. Неизвестность – это самое сложное для многих из нас. Во-первых, не нужно чувствовать вину за то, что внутри вас поднимается тревога. Переживать стоит лишь о духе страха. Бог сказал «Я дал вам не от духа страха, а любви, силы и здравого разума». Но вполне нормально иметь какие-то чувства. Бог создал нас так, что перед лицом опасности мы что-то чувствуем. Но когда я подавлен своими условиями, то в этот момент я стараюсь переключиться на Иисуса и уже быть в шоке от Иисуса. «Все, что ошеломляет вас, формирует вас». Так было и с учениками. Правда в том, что в Евангелии от Иоанна 20 главе, 19 стихе, они были заперты в одной комнате и полны страха. У них был свой карантин. Они боялись, что то, что было с Иисусом, случится и с ними. Может, это был и не коронавирус, но это было что-то пострашнее. Они боялись, что их убьют. У них не было будущего. Они оставили все, чтобы последовать за Иисусом. Многие люди чувствуют себя так же, как они. «Где же этот Иисус, когда он мне так нужен?» Затем в Библии сказано, что Иисус пришел и наполнил ту комнату собою. Это как раз 19 стих. Итак, первое — это Он Сам. Затем Иисус сказал «Мир всем вам». Он передал им свой мир. Потом Он показал им свои руки и Бог. Это обозначает обеспечение, то есть все, что мне нужно каждый день. Когда вы переходите в темное время в своей жизни, вы ничего не видите и не слышите. Но это время — прекрасная возможность прилипиться к Иисусу и к Его обеспечению. Он может поддерживать нас. Он будет защищать и обеспечивать вас. А также Он будет вести нас, пока мы не выйдем на другую сторону, где будет солнце и радуга. Тогда вы поймете, что все это Он использовал вам во благо. Поэтому для меня Он Сам и Его мир, и Его обеспечение — главное. В этом я черпаю силы. Библия говорит «Мир вам» — двойная порция за причиненные неудобства. Что я делаю в такие моменты? Даже сегодня у меня были определенные условия, и я просто приглашаю Бога. Он приходит, и все меняется. Когда у вас есть Бог, у вас есть все. А если у вас есть все, но нет Бога, то у вас нет ничего. Но я могу быть один дома и страдать от боли. Кстати, когда я вернулся из Малайзии, я заболел, вы помните. Я вернулся домой, и никто не мог обследовать меня. Но как только мою комнату наполняет слава Божия, все меняется. Из Его славы я черпаю Его мир. Иисус, я принимаю твой мир. Мир для моего разума, мир для моего сердца. И с какой бы проблемой вы ни столкнулись, вот в чем красота креста. Показав в свои руки Бог, Иисус сказал, «Я все обеспечил, я вас понимаю. Я понимаю, что такое страх, одиночество и неопределенность. Я понимаю вас. Посмотрите на мои руки и мой Бог. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас успокою». Поэтому я нахожу свой покой в том обеспечении, за которое заплатил Он. Чтобы я не проходил, то я стараюсь прийти в восторг от того, за что Он заплатил. Я понимаю, что это может быть нескончаемая пятница, что воскресенье уже близко. У некоторых людей эта пятница затянулась на шесть недель. В пятницу кажется, будто бы все умирает. Но не забывайте, что после распятия всегда идет воскресенье. Поэтому надежда есть. Если бы не распятие, мы бы не понимали всю красоту воскресенья. Итак, мир, обеспечение, страсть — а также цель. В таких условиях у вас появляется новая цель. Отпустите то, что не важно. В это время остаются только две важные вещи, которые останутся и после карантина. Это сам Бог и его люди, ваша семья, духовная семья, общество и так далее. Бог соединяет нас как семью. Это именно то, чем мы занимаемся сегодня. Здесь собрались 4 тысячи человек из 50 стран. Так укрепляется наша иммунная система, и мы становимся все более здоровыми. Мы объединяемся так, как никогда раньше. Вот как мир увидит, кто мы такие, потому что мы научимся любить и проявлять любовь. Поэтому посреди шторма вы бросаете за борт все ненужное, и пусть у вас останутся только его слава, его любовь и его люди. Благодаря этим вещам вы будете очень богатым, когда все это закончится, потому что так у вас будет все, что вам нужно для следующего сезона. Напомню, его слава, его любовь и его драгоценные люди. Да, я помню, вы как-то рассказывали нам, что однажды решили проверить, приняли ли вы эту любовь отца или нет. Поэтому вы отправились в место, где вам было страшно, и люди в том месте прозвали вас «Послом любви». Такое удивительное название. Вы можете рассказать нам, пожалуйста, эту удивительную историю? Поделитесь? Да, конечно, это было в Пакистане, в том месте, где в течение полугода я переживал одно нападение за другим. Мне было сложно, но я решил посмотреть в лицо своему страху. Я буду бояться. Страх — это когда ложные доказательства кажутся реальными. Поэтому я решил идти навстречу своему страху и сверхъестественным образом оказался в Пакистане. Я жил в небольшой комнате недалеко от мечети, то место заполонили террористы. И посреди всего этого Бог назначил меня «Послом любви» и хотел, чтобы я был представителем небес на земле, представителем его любви. Когда вы в стесненных условиях, из вас выходит то, что у вас внутри. И в моей так называемой темнице я пережил прекрасную встречу с Богом. В результате всего этого меня нашло местное телевидение. Они начали спрашивать «А почему вы здесь? Индия собирается бомбардировать нас». «Почему вы остаетесь здесь?» Я ответил «из любви, которую я имею к этому народу». После этого я выступал в королевской мечети. Это было обращение ко всему народу Пакистана от посла любви. Затем они решили представить меня парламенту и губернатору. Перед ними я тоже выступал как посол любви. Потом меня пригласили на встречу с президентом Пакистана. А в прошлом году я получил награду от президента Пакистана за то, что я был послом любви. Иногда то, что враг хочет использовать во зло, Бог использует во благо. Если бы не Голиаф, то Давид как бы и остался пастушком. Иногда наши условия становятся для нас ступенью к повышению. И люди спрашивают меня, «А вот это послание о любви, оно настоящее?» Но что касается меня, то меня любовь никогда не подводила. Если вы выбираете следовать за любовью, то начинаете видеть то, что видят вас небеса. И вы становитесь голосом надежды. Настоящая, неподдельная любовь представлена Иисусом в моей жизни. Поэтому я подтверждаю ее. Прекрасно сказано. Друзья, если у вас есть какие-либо вопросы, присылайте их нам, и мы зададим их нашему гостю. А также не забывайте приглашать своих друзей. Просто зайдите на нашу страницу в Фейсбуке и пригласите друзей, иначе они пропустят нечто очень важное. Поэтому не забывайте об этом. Папа Лейв, дайте, пожалуйста, людям несколько советов о том, как они могут принять любовь Агапа. Это божественная любовь. Как же это сделать? И что делали вы, чтобы получить ее? Кстати, даже сегодня, перед эфиром, я уделил время тому, чтобы прийти к Отцу. Как я уже говорил, крещение любовью — это первое, что происходит с вами. Это как наполнение духом. Я решил снова вернуться к основам и сказал, «Отец, мне нужно свежее крещение любови. Я не могу выезжать на вчерашней любви. Сегодня мне нужно свежее крещение любови». То есть я просто прихожу к Отцу и говорю, «Отец, люби меня так, как никогда раньше. Пусть твоя любовь идет еще глубже, чем раньше, и пусть она уберет всякий страх». Я решил снова вернуться к Евангелию от Матфея, 3 главе, 16 стиху, где находятся прекрасные слова Отца. «Ты мой, ты мой возлюбленный, ты мой возлюбленный, ты мой возлюбленный сын или дочь». Вначале я слушаю, как Отец говорит мне, «Лейф, ты мой, ты мой возлюбленный сын, я люблю тебя, я весьма доволен тобой». А затем я говорю, «Отец, я знаю, когда я прошу у тебя хлеба, ты не дашь мне камень». Поэтому я принимаю эти слова от себя, «Я действительно твой, я твой возлюбленный сын, ты любишь меня, и ты весьма доволен мною». Я беру несколько минут и просто принимаю эти слова, это подтверждение любви Отца, я по-новому смотрю на то, кто я. Я сын, а не слуга. Я не сирота, я не живу в страхе, у меня хороший Отец. То есть я просто принимаю это и делаю это снова и снова. Я использую простые слова из Евангелия от Матфея, 3 главы, 17 стиха. Как я делал 20 лет назад, я возвращаюсь к основам и принимаю эти слова на свой счет. Еще важно понимать, что эти слова — это семя. Иногда мы ожидаем, что на нас сойдет волна, но нет. Если вы попросили, то вы уже имеете это. Поэтому возьмите это семя и откройте свое сердце, чтобы оно вошло в хорошую почву, и тогда оно даст урожай в 30, 60 и 100 крат. Бог желает, чтобы это семя стало внутри вас деревом любви, и чтобы вы смотрели глазами любви и слушали ушами любви. Так мы создадим силу любви в нашем обществе. Но это процесс. Наслаждайтесь самим процессом. Кормите это семя тем, что Отец сказал о вас. Отец, я хочу увидеть себя таким, как ты меня видишь. Я хочу думать о себе так, как ты думаешь. Затем я говорю то, что Он говорит обо мне. Эти слова становятся живыми, потому что я говорю то, что говорит мой Отец. А это истина, и эта истина дает мне свободу. Это очень сильно. Лейф, мы получили вопрос от Лин. Она спрашивает, каждый ли может иметь это жизнеизменяющее переживание крещения любовью? И как оно происходит? Постепенно или мгновенно? Что вы можете сказать по этому поводу? И так, и так, но попробую объяснить попроще. Воля Отца Небесного в том, чтобы все мы пережили это крещение. Но оно может происходить по-разному. Иногда это процесс. Это феноменально, потому что во время проблем из вас выходит то, что у вас внутри. А сейчас мы переживаем проблемы идентичности. Атакуется наша идентичность. Мы должны знать, кто такой Бог и кто мы. И так, некоторые люди... Бенжи, ты был таким же, которые вынашивают это как беременность. Затем я помолился за вас, полилась вода, и ты пережил все это на себе. Но, с другой стороны, Даниэла получила семя любви и забеременела этой любовью. Вы оба получили его, но потом для нее начался процесс. Это как второй и третий триместр беременности. А потом обязательно наступает рождение. Некоторые люди уже в процессе. Вы были уже настолько беременны, что вам лишь нужно было, чтобы кто-то за вас помолился, и вы, наконец, разродились. Другим же нужно еще принять семя любви, чтобы это семя укоренилось в них. Это семя проникает в глубины естества и начинает захватывать вас изнутри. После этого начинается процесс. Я сталкивался с обоими процессами. Я очень люблю встречи с Богом, но они происходят только после процесса. После встречи тоже идет процесс, а после процесса вам снова нужна встреча. Поэтому пусть вас не останавливает ни один из этих фактов. Вам нужно и одно, и другое. Но процесс — это прекрасно. Вы можете помочь людям и сказать, «О, ты на четвертом месяце беременности». Это прекрасно, потому что маленький ребенок — это маленький толчок. Большой ребенок — большой толчок. Один человек сказал мне, «После вашего крещения любовью у меня почему-то появилось столько злости». Я ответил, «Это хорошо». «Как хорошо». «Да, хорошо». Любовь захватывает вас. А когда приходит любовь, страху приходится убираться. Когда любовь входит, злость выходит. Отпустите все это, и пусть любовь захватит вас изнутри. И со временем этот человек изменился. Его брак изменился. А теперь изменилась и его церковь. В церкви из 500 человек стало 2000 человек, потому что они стали семьей любви. Но все началось с изменений в нем. У него были проблемы с гневом, но семя любви начало захватывать его, пока он не стал деревом любви, приносящим прекрасные плоды любви. Это повлияло на его брак, семью и на всю его церковь. В этом вся красота процесса любви. Круто! У нас есть вопрос от Клаудии. Она пишет, «Как я могу почувствовать или увидеть его присутствие посреди шторма, когда мне больно, я не слышу Бога? И как я могу обрести надежду снова?» Иногда во время кризиса мы не способны видеть и не способны слышать. Мы будто бы посреди ночной тьмы. Что я делаю в такие моменты? У меня есть так называемый «Мемориальный камень». Если вы посмотрите на мой кабинет, то у меня повсюду такие мемориалы. Если честно, то когда я приехал из Малайзии, то чувствовал себя так, как описывает эта женщина. Целую неделю я не чувствовал Бога. Я не ощущал ничего. Я был разбит. Иногда нам нужно подзарядить свой резервуар эмоций, чтобы мы снова смогли чувствовать. Иногда вы получаете один удар за другим. Так, враг пытается измотать и утомить нас. Затем приходит страх. А когда приходит страх, мы не способны принимать. А потом враг шантажирует вас неудачей. Он говорит, «Ты неудачник». «Ты неудачник». Затем он старается изолировать вас. Поэтому в первую очередь вам нужно войти в покой. Во-вторых, я возвращаюсь к своим мемориалам. Как было в случае Давида с Голиафом. Я вспоминаю о медведе и льве. Я вспоминаю свой предыдущий опыт и как я проходил другие темные периоды в жизни. Когда у меня была опухоль, когда я 11 лет сидел на опиуме, когда я 9 месяцев провел в гипсе на все тело, я вспоминаю все это, а также вспоминаю верность Божию. Я могу не видеть и не слышать, но враг не может украсть у меня мои воспоминания. Поэтому я вспоминаю все это и фокусируюсь на этом с благодарностью. Это тот же самый Бог, который помогал мне все это время. Помнишь, как у меня была опухоль и ты посетил меня в моем офисе? Как ты поддерживал меня финансами, когда я лишился всего в 99-м году? Служение Global Mission Avernus никогда бы не появилось, если бы я не был отвергнут. И так далее, и тому подобное. Я вспоминаю все эти моменты. Я размышляю о них, и тогда ко мне возвращается слух и зрение. Вот так. Но иногда вместо того, чтобы бороться, нужно просто успокоиться. Войдите в покой, а потом найдите свои мемориалы, потому что их враг не может украсть. Кто-то скажет, я ничего не помню. Найдите время и составьте список всего, что вы боитесь. А напротив напишите противоположные черты Бога. Посмотрите на этот список, и вы вспомните, я гарантирую, что в прошлом Бог делал что-то для вас, что должно было подготовить вас к этому времени. Это может быть слово, пророчество, а еще в нашем прошлом могли быть случаи, которые пригодятся нам сегодня. Как в случае с Давидом. Он посмотрел на Голиафа, и Голиаф был слишком большим. Но у Давида были воспоминания. Бог помог мне со львом и с медведем. Ну надо же, значит, он также поможет мне и сейчас. Голиаф, коронавирус или дух страха, не говорите об этом великане, а скажите ему. Тот же самый Бог снова поможет мне. Это ободрит вас в такое время? Сохраняйте свои воспоминания. Например, на моем кольце написано, что я женат уже 31 год. В моем кабинете полно историй о Божьей верности в моем прошлом. Я возвращаюсь к ним, когда я не вижу и не слышу. Усталость, страх, неудача и одиночество. Это оружие врага в такие периоды. Успокойтесь, найдите свои воспоминания и сфокусируйтесь на том, что Бог делает, а не на том, что он не делает. У нас 5 с лишним тысяч мужчин, а еще женщины и дети. Они голодны. Думайте о том, что у вас есть, а не о том, чего у вас нет. У нас есть лишь мальчик с хлебами и рыбками. В этой ситуации мы просто фокусируемся на том, чего у нас нет. Ребята, у нас какие-то технические проблемы. Я не совсем понимаю, в чем дело. Давайте пока поразмышляем над тем, что вы услышали от Лейфа Хэтланда. Я бы также хотел узнать, как это все связано с семейной культурой Царства Божьего. Мы вместе распространяем культуру Царства, а именно работаем над тем, чтобы принести единство в Церковь, несмотря на все ее разнообразие. Все для того, чтобы мы могли ходить в единстве, как прекрасная невеста, и чтобы мы увидели Царство Божие на земле, как и на небе. К сожалению, мы полностью потеряли с ним связь, но мы надеемся, что он скоро к нам вернется. Давайте я пока немного расскажу вам о нашем сотрудничестве с Лейфом. Троица — это идеальное единство со всем его разнообразием. Отец, сын и Дух Святой создали прекрасную модель. Между ними нет никаких ссор, никаких расприй. Они сохраняют единство при всем своем разнообразии. Это идеальная модель семьи на небесах, и они являются примером для нас на земле. Однажды я спросил Бога о Евангелии от Матфея, 6 главе, 33 стихе, где сказано, «Ищите прежде Царства Божьего и праведности его, и все остальное приложится вам». И я спросил Бога, «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что все проистекает из твоей семьи и твоей праведности?» Звучит просто, но что это означает на самом деле? Я немного подождал, и он мне ответил. Он сказал, «Бенжи, если ты сможешь стать продолжением неба на земле, если вы сможете сохранить единство при всем разнообразии, несмотря на все динаминационные различия и станете прекрасной невестой, если вы будете соединять небеса с землей, то вы станете величайшей армией в истории». Я считаю, что сейчас дух страха разбушевался так, как никогда. Это беспрецедентный случай. Я думаю, что дух любви должен затопить страны, и тогда мы увидим огромные изменения. Когда всех охватит любовь и изгонит всякий страх, то мы увидим великое пробуждение, которого мы так ждем в конце этого периода. Поэтому мы говорим, «Господь, пожалуйста, объедини нас, научи нас действовать как единое невеста, единое тело, которое движется вместе, чтобы мы увидели небеса на земле». И действовали здесь в огромной силе. Затем мы говорили о наследии народов. Это второй псалом, восьмой стих. Наследие нельзя заработать. Бог сказал, «Просите, я дам вам в наследство народа». Такое нельзя заработать, но если мы станем сильной армией, прекрасной невестой Христа, со всем ее разнообразием, то мы сможем унаследовать народа. Наследство нельзя заработать. Его можно только принять. Мы отправляемся в разные страны, и между нами нет распри. Мы не строим каждое свое царство, но мы вместе строим царство Божие. И это изменит эти страны. Я верю, что мы увидим такую трансформацию стран, если объединимся как невеста. Когда мы забудем о тех мелочах, в которых мы не согласны, и будем радоваться тем 95% в которых у нас есть согласие, то так мы принесем небеса на землю и в эти страны в частности. Так будут восстановлены надежда и любовь. И пока Лейв еще не вернулся, мы хотели бы принести вам крещение любовью, о котором он говорил. Мы хотим передать это вам. Лейв передал это нам. Мы сотрудничаем с ним больше семи лет. Он открыл нам любовь отца. С тех пор мы тоже несем эту любовь повсюду. Итак, прямо сейчас мы берем власть над всяким страхом, дрожью и ограничением и провозглашаем переход от страха, от дрожи и от трудностей. Мы провозглашаем переход. Сейчас снимается крышка, и вы буквально утопаете в совершенной любви. Пусть ваше сердце познает сердце отца. Когда я пережил это крещение любовью, Отец Небесный показал мне видение. В нем я прислонялся головой к другим людям. Он сказал, что также Отец прислоняется к нам своим сердцем и с тех пор я хожу в этой любви. Сейчас я прислоняю свою голову к вам, к вашей голове и присоединяюсь своим сердцем к вашему благочестивому сердцу, и мы вместе проистекаем в любви. А также сейчас я прислоняю свою голову к Даниэле и высвобождаю для вас совершенную любовь. Совершенная любовь Агапы прямо сейчас течет ваше сердце. Принимайте ее. Агапы течет. Просто принимайте. Принимайте где бы вы ни были. Протяните к нам руки и принимайте. Совершенная любовь. Приди и измени все. Течет Агапы. Это больше неестественная любовь. Теперь небеса захватывают ваше сердце. Это приход неба в вашу жизнь. Бьющий фонтан, живая вода, текущая через ваш дух и душу. Мы духовные существа с дрожащей душой, живущей в цели. Поэтому я высвобождаю Дух Святой. Дух движется в совершенной любви Агапы. И он меняет вас изнутри наружу. Я высвобождаю его. Спасибо, Отец. Спасибо за любовь к твоим детям. Спасибо за то, что созидаешь их. Спасибо за этот переход. Я провозглашаю, если кто-то болен, то просто протяните руку к экрану. Я провозглашаю исцеление. Иисус сказал, вся власть на земле и на небе обитает во мне. Вся власть дана мне. Затем в конце этой же главы он говорит, я с вами до скончания века, поэтому я высвобождаю силу исцеления в вашу жизнь, где бы вы ни находились. Я также беру власть над всеми болезнями, которые мучат ваше тело. Я беру власть над ними, потому что власть Иисуса дана нам. Он с нами до скончания века. Вы больше никогда не будете уйти прочь. Вы должны уйти. Все немощи, все болезни, убирайтесь прочь. Мы провозглашаем полное восстановление. Вы исцелены. Вы свободны даже от духа страха. Вы полностью свободны. Вы переживаете Божью любовь. Его надежда в вас восстановлена. И теперь вы сможете делать то, что раньше представить не могли. Отец, спасибо за любовь к твоим детям и за твою силу. Мы идем от славы в славу. От славы в славу. Я провозглашаю невероятные мечты в жизни людей. Я провозглашаю, что у вас будут сны и невероятные встречи с Господом по ночам. Я провозглашаю посещение ангелов. Я также провозглашаю, что с этого дня и далее в вас будут происходить божественные перемены, сверхъестественные. Дух Святой будет носиться над вами и окутывать вас своим присутствием. Да, друзья, нам придется продолжать без лайфа. Это очень жаль. Очень жаль, но у нас есть задание на сегодня. Скоро оно появится на экране. Я надеюсь, не будет никаких технических неполадок. Итак, вот ваше задание на сегодня. Одно задание для вас лично, а второе для кого-то еще. Давайте вместе прочтем это задание. Посмотрите внимательно и давайте вместе прочитаем. Прослушайте любовное письмо отца. Попросите Бога помочь вам принять больше его невероятной любви к вам. Примите эти слова Писания на свой счет. Запишите, какая именно часть любовного письма отца больше всего впечатлила вас. Это задание для вас лично. Следующие 24 часа вы можете поработать над этим, но это задание также касается людей, которые вас окружают. Давайте прочитаем и вторую часть задания, которая касается других людей. Поделитесь любовным письмом отца с тем, кого оно, по вашему мнению, может вдохновить. Попросите Бога, чтобы его любовь по-настоящему коснулась этого человека. Вы также можете связаться с этим человеком еще раз после челленджа. А что же это за любовное письмо? Вы можете найти его на ютюбе под названием «Письмо любви отца». Просмотрите это видео и прочитайте слова, которые есть в нем, а также ожидайте пережить любовь отца. Ожидайте, что буквально это пронзит ваше сердце. Так что будьте открыты к этому. На выполнение этого задания у вас есть сегодняшний день и еще завтрашний день, то есть до начала нашей следующей встречи. Так что пожалуйста проведите это время с пользой. А также не забывайте о служении другим людям. Подумайте, кого вы можете благословить и кого может благословить это замечательное письмо любви. О, Папа Лейв, вы вернулись. Папа Лейв снова с нами? Не знаю, что произошло, но я рад, что вы снова с нами. Сейчас верну вас на экран. У нас была небольшая заминка, но я рад, что вы вернулись. мы уже рассказали о письме любви, помолились об исцелении и так далее, но мы ждем того, что вы можете дать нам еще. Мы готовы принимать от вас все, что вы дадите. Письмо любви, а на чем мы остановились? Братская любовь и крещение. Ясно. Давайте возьмем несколько минут и просто пригласим Духа Святого. Давайте заглянем внутрь себя и увидим, какие сферы давят на нас в этот период. Все, что ошеломляет нас, формирует нас. Давайте попробуем быть настоящими с Богом. Папа Бог, я прошу тебя, ошеломи всех своих сыновей и дочерей своей любовью всех. Я высвобождаю то, что ты делал для меня много, много раз волны любви, которая просто ошеломила меня настолько, что ушли все страхи, тревоги и волнения. Я благословляю каждого человека, который смотрит нас сейчас. Покажи им, что у нас очень добрый Папа, а вот кто ты, а мы любимы тобой. Господь, пусть твоя любовь буквально просочится в нас прямо сейчас. Пусть это станет передачей любви, пусть это будет откровением о любви. Я все еще помню этот взгляд любви, когда отец смотрел на меня. Этот взгляд, будто бы говорил, эй, все будет хорошо. Пусть этот взгляд любви коснется ваших глаз. Отец смотрит лично на вас и говорит, эй, сын и дочь, у меня все под контролем. Ты можешь довериться мне. Я твой пастырь, я твой отец. Я переведу тебя на другую сторону, просто доверься мне. Доверься мне. Давай, доверься мне. Отец, я прошу тебя о свежих переживаниях. Пусть люди погрузятся в эту любовь, которая приносит много надежды. Твое слово говорит, что несбывшаяся надежда томит сердце. Поэтому я провозглашаю, что с этого момента мы начинаем снова мечтать и желать. Я знаю, что многим людям это напоминает похороны. Я увидел множество гробов, многочисленные похороны разных желаний и мечтаний о вашей семье, о финансах и о будущем. Кажется, будто бы все это умерло, но спасибо, что прямо сейчас ты приносишь воскресение этим мечтам. Иисус, спасибо за то, что ты воскрешаешь эти мечты. Возможно, все выглядело как похороны, но увидите чудо воскресения своей мечты или желания. Я высвобождаю это в вашу жизнь. Воскресение желаний и мечтаний. Вы снова начинаете мечтать. Это дерево жизни. Отец, спасибо за то, кто мы, за близость с тобой и за тайны, которые ты открываешь нам в тайном месте. Спасибо за то, что ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешным. Ты за нас, а не против нас. мы голова, а не хвост. Отец, я знаю, что ты прославишься в этой ситуации, и никто из нас не останется прежним. Спасибо также за семью царства, которую ты собрал вокруг нас. Спасибо за то, что мы не одиноки. Твое слово говорит, что один прогонит тысячу, а двое десять тысяч. А что же могут сделать четыре тысячи человек? Пусть это потом распространится по всему миру. Спасибо за то, что Иисус сделал в Гефсиманском саду и в горнице перед тем, как его предали. В самый темный период своей жизни Иисус омыл ноги своим ученикам. А потом он сказал, как я полюбил вас, так и вы, любите друг друга. Помоги нам любить друг друга так, как никогда раньше. Иисус омой сегодня наши ноги, омой наши ноги. У некоторых наших зрителей ноги очень устали, их ноги воняют, они изранены, поломаны. Но когда Иисус начинает мыть ваши ноги, у вас приходят такие перемены, что вы начинаете мыть ноги людям, вы больше не сфокусированы на себе. А можете давать и другим людям. Как сказал Иисус, то, что вы получили от меня, идите и раздайте. Спасибо за то, что теперь мы сможем раздать много любви. Спасибо за связи, за семью Царства Божьего. Она растет. А также спасибо за жажду и желание иметь семью. Ты восстанавливаешь семью, и вскоре к семье присоединится один миллиард сирот. Спасибо за величайшую жатву в истории. То, что этот вирус планировал как зло, Бог использует во благо. Он вызвал страх, и люди стали искать любовь. И прямо посреди всего этого ты поднимаешь здоровую семью Царства Божьего, чтобы мы могли принять большой урожай сыновей и дочерей. Пусть они найдут свое место, пусть они обретут веру. Это принесет изменения в жизни, в бизнес, дома, браки, города и страны. Спасибо за это совершенно новое пробуждение, которым закончится этот период. Я благословляю вас во имя Иисуса, во имя Иисуса, аминь. Да, мы решили закончить эфир вместе с Лейфом, потому что мы на время потеряли его. Наше время подходит к концу, мы также хотели бы выразить признательность человеку по имени Педро Адао, который проводит различные челленджи, он вдохновил нас на этот челлендж. Спасибо, что вдохновили и помогли понять, как это сделать практически. Итак, наш эфир подходит к концу. Пожалуйста, не забудьте рассказать о нас своим друзьям. Также не забывайте о наших заданиях, мы уже показывали их вам, вы можете даже разбиться на пары и поддерживать друг друга. в этих заданиях. Лейв, большое вам спасибо, вы очень сильно вдохновили всех нас, мы были рады видеть и слышать вас, спасибо за то, что были с нами сегодня, а завтра у нас в гостях будет Дэнни Силк, он будет нашим следующим гостем. Вас снова ждет много интересного, поэтому если можете, пожалуйста, присоединяйтесь к нам завтра вечером. Еще раз спасибо всем вам за то, что были с нами сегодня. Мы приносим извинения за неполадки, надеемся, что завтра будет лучше. С Господом будьте обильно благословенны. Итак, напомню, сегодня мы с вами говорили о жидкой любви, мы погружались с вами в эту любовь, верю, что у вас есть что рассказать после этого эфира. Еще раз спасибо вам за внимание, до свидания, благословений вам, и до скорой встречи. Ух ты, какое вдохновляющее слово. Присоединяйтесь к нам завтра. Вас ждет новое интервью и новое задание пятидневного челленджа.